МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Ресудии Пырочкина. Очередь дошла и до столицы. За весь январь и февраль населенные пункты и районы республики подводили итоги ушедшего года. Сегодня отчитались чебоксары. В зале заседаний торжественная обстановка. Даже гимн чебоксара прозвучал в этот раз вживую. Отчетное собрание по итогам года начали с приятного наград и вручений. Кто-то получил звание заслуженного врача, а кто-то сертификат на материнский капитал, а кто-то ключи от долгожданной квартиры, куда переселятся из ветхого жилья. С приятного начали, приятным и продолжили. Чебоксары лучший город России. Такой стала первая фраза главы города Леонида Черкесова. Кстати, городоначальник вовсе не хвастался. 167 295 голосов. С таким результатом чебоксары победили в интернет-конкурсе «Город России. Национальный выбор». Кроме заслуг виртуальных, были и вполне реальные. Я искренне рад, что по итогам 2012 года чебоксары вновь признаны одним из благоустроенных городов России. Мы еще раз доказали, что столицу Чувашии не зря называют «жемчужиной по Волжи». Своеобразной оправой для этой самой «жемчужины» стали спортивные рекорды. В прямом смысле слова. За зарядку со звездой чебоксары отныне значатся в Книге рекордов России и Европы. Постепенно от того, что в прошлом году было, глава города перешел к тому, что в следующем году будет. Ну или, во всяком случае, запланировано. Так, в 2014 году предстоит утвердить новый генплан города, навести порядок в сфере ЖКХ. Кроме того, необходимо устранить нестыковки в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Стоимость одного квадратного метра на приобретение жилья в соответствии с приказом Минрегиона составляла в 2013 году 28 670 рублей. При этом, по данным Чувастата, средняя цена на рынок жилья Чувашской республики на конец 2013 года составила более 39 тысяч рублей, а по городу Чебоксары еще выше. Во-вторых, по действующему законодательству средства фонда реформирования ЖКХ и республиканского бюджета предназначены на оплату нового жилья, равнозначенную по площади сносимому. В среднем разница площади в аварийных и новых домах оставляют более 10-15 квадратных метров. Это ведет необходимость дополнительного финансирования на оплату разницы квадратных метров за счет местного бюджета. Глава администрации города выступление начал с позитива. Садики строятся, город благоустраивается. Однако у главы Чувашии возникли вопросы. По долгам, по арендной плате за муниципальные земли и за муниципальную собственность, имущество 400, почти 40 миллионов рублей на 1 января текущего года. Какие меры будете принимать? Вообще, по сути дела, такого долга не должно быть. Основная сумма долга, наверное, более 50% от всего долга за землю, это долги банкротов, в том числе обманутых дочек. Среди должников есть и достаточно известные предприниматели, достаточно известные предприятия. И мы в ближайшее время начнем публично информировать население и публично заявлять о должниках города. Еще глава поинтересовался судьбой жилья для обманутых дольщиков. В этом году удалось закрыть большую часть долгов, но на следующий год работы тоже хватит. Ольга Пыречкина, Андрей Спиридонов, Республика. Делегация Чувашской Республики во главе с председателем Кабинета министров Иваном Моториным находится в Китае. Там проходят двусторонние презентации инвестиционных возможностей регионов и переговоры о сотрудничестве в разных областях. Чуваши планируют сотрудничать с несколькими провинциями. 45 миллионов рублей долги шумерли перед ресурсосберегающими организациями. Ветшающий жилой фонд с одной стороны и бездействие властей с другой. Неоднократно в город приезжали проверки, проводили совещания и мастер-классы, чтобы как-то исправить ситуацию. В начале февраля здесь сменился градоначальник. Как живет шумерля в нашем следующем репортаже. Эти школьники в проблемах ЖКХ пока не разбираются. Их больше интересует, как распознать настоящий мед и почему комары не падают с потолка. Потому что у них на конце ноги имеется два коготочка. Шумерлинская гимназия номер 8 – одна из лучших в Чувашии. Средний балл ЕГЭ выше, чем в среднем по республике. Гимназисты в прошлом году не раз становились победителями и призерами республиканских этапов всероссийских олимпиад. На развитие денег не жалеют. Закуплены токарные и фрезерные станки для мальчиков, для девочек – специальный кабинет для занятий кулинарией. Мы решили соединить кадр, популярный сейчас, с Чувашскими национальными традициями. И вообще, по большому счету, цель всего этого действия – это чтобы дети научились отличать Чувашские узоры от узоров других народов. Недавно гимназия получила грант 200 тысяч рублей на оборудование для занятий робототехникой. Удалось модернизировать и школьную столовую. Но в условиях аутсорсинга детей теперь кормит кафе. В среднем обед в столовой стоит 40 рублей. Где мы сегодня гормели завтрак? У нас много, как в ресторане. Комбинат автофургонов – градообразующие предприятия. Финансовое положение завода устойчивое. В прошлом году удалось почти в два раза увеличить прибыль. 40% выпускаемой продукции – это новые разработки, созданные по собственной конструкторской документации в содружестве с партнерами. Показали главе и новую крупноблочную автоматическую котельную, приносящую существенную экономию как средств, так и ресурсов. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Именно такие котельные необходимо построить в городе, чтобы хоть как-то улучшить ситуацию с ЖКХ. В прошлом году Республика выделила Шумерле 120 миллионов на строительство новых котельных. На сегодня не построено ни одной. Об этом говорили на совещании с активом города. Глава администрации Любовь Дмитриева на этой должности только две недели. По ее словам, главный принцип – обеспечить прозрачность работы городской администрации. Внимание к шумерлинцам требую и от своих коллег. Организации предприятий, учреждений. При этом понимаю, что это очень тяжелая работа. И у многих возникает соблазн ее избегать. Я буду с этим бороться, потому что считаю эффективную коммуникацию с обществом необходимым условием качественной работы городской власти. В 2013 году от жителей Шумерли в адрес администрации главы поступило 148 письменных обращений. Среди них предложение шумерлинцев по реформированию ЖКХ, строительству и реконструкции детских площадок. По словам Любови Дмитриевой, многие вопросы можно решить только сообща, и только думая о качестве жизни земляков. В прошлом году в жилой инспекцию республики поступало много жалоб. Специалисты 30 раз выезжали в город. После проведенных проверок 25 должностных лиц оштрафовано на 400 тысяч рублей. Основные жалобы, поступившие от жителей города Шумерли. Касались вопросов это начисление за отопление и горячее водоснабжение, которое в основном осуществляет ресурсоснабжающая организация теплоэнерго. Вопросы от начисления платы за электроснабжение и многие другие вопросы. За каждым обращением разные ситуации, но причина всех жалоб общая, безразличие руководителей управляющих компаний, грубость и нежелание выполнять свои обязанности. Даже на совещании, как выяснилось, пришли не все. Те, к кому много претензий, решили отсидеться дома. Вот у меня сердце болит. Микрофон дайте, пожалуйста, что они скажут. У нас публичное обсуждение идет, у нас никаких секретов нет. А что вы камеру-то боитесь говорить? Министр экономического развития Владимир Аврилькин заявил, что Шумерля может войти в программу поддержки моногородов. Для этого необходимо разработать проект развития и представить его на федеральном уровне при поддержке республиканских властей. Заняться этим нужно как можно скорее. Обсудили и проблемы переселения из Ветхого жилого фонда, а также выделения семей многодетным семьям. Михаил Игнатьев подробно ответил на все вопросы. Некоторые обращения взяты главой республики на контроль. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. РЖД планирует ввести единые билеты на авиажидоперевозки, которые будут действовать по маршрутам высокоскоростной магистрали Москва-Казань. Об этом сообщил РБК генеральный директор общества скоростной магистрали Александр Мишарин. Сейчас разрабатывается маркетинговая тарифная политика проекта и вся коммерческая модель. За образец планируется взять систему стоимости билетов, существующую в Германии. Система такая. Пассажир, добравшись на самолете до какого-либо города, может пересесть на поезд по этому же билету. Вся проектная документация по ВСМ-2 уже направлена в Минтранс, Минфин и Минэкономразвитие. В Чувашии планируют создать специальные группы по изучению конфликтных ситуаций между надзорными органами и чиновниками. Это предложение сегодня внесли в повестку дня заседания межведомственной комиссии. И участники обсудили итоги прошлогодних проверок деятельности сельских и районных администраций. После того, как в Совете муниципальных образований подписали соглашение о взаимодействии с девятью надзорными органами, ситуация заметно изменилась. Взаимоотношения между чиновниками и теми, кто надзирает за их работы, приобретают более конструктивный характер. Зачастую штрафами положение дел исправить невозможно. Исполнить некоторые поручения в сельских администрациях не могут из-за недостатка средств. Часто контролирующие органы недовольны и тем, как муниципалитеты решают жилищные проблемы жителей. Но и тут все упирается в деньги. Всего в прошлом году в отношении органов местного самоуправления было проведено более 1400 проверок. Сумма штрафов превысила полтора миллиона рублей. Штрафовать чиновников стали меньше, но проблемы еще есть. По данным управления Федеральной службы судебных приставов по Чуварской республике, в исполнительном производстве по итогам 2013 года находится более 300 исковых заявлений к органам местного самоуправления на сумму более 300 миллионов рублей. Это значительно увеличивает расходную часть бюджета как муниципальных районов, так и сельских поселений. Но порой должностные лица попадают в тупик. Необоснованными многие чиновники называют требования капитально отремонтировать ветхие дома. Решать эту проблему необходимо по-другому. Споры, которые возникают между проверяющими и чиновниками, начнет изучать и мобильная группа. Специалисты будут анализировать ситуацию и готовить доклады для плановых заседаний комиссии. На мой взгляд, создание этой группы позитивно скажется на дальнейшей работе нашей в этом направлении. Положение о создании мобильной бригады планируют разработать в начале марта. В ее состав войдут представители территориальных органов, прокуратуры. Такие группы должны повлиять на решение спорных вопросов, чтобы ситуация не вышла из-под контроля и не обернулась судебными исками. Медрик Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Все о нем слышали, но далеко не все понимают, что это означает. Речь о цифровом телевещании. Между тем, по оценкам специалистов, Россия переходит на цифру семимильными шагами. Разобраться, что же такое цифровое телевидение, как на него перейти и зачем, собственно, это надо, чебоксарцам помогут в специальном консультационном центре. Помехи, рябь, искажение цветов на экране. Все, чем грешит аналоговое телевидение, призвано исправить телевидение цифровое. Это современная технология, которая обеспечит стабильный, качественный сигнал. Причем не важно, где вы этот самый сигнал получаете, в мегаполисе или глухой тайге. Отныне в Чебоксарах есть место, где подробно расскажут и покажут, что нужно сделать, чтобы такими благами цивилизации воспользоваться. Специальный центр консультационной поддержки открыли на базе Дома радио. Открывая этот центр, мы помогаем населению нашей республики разобраться в том, что происходит, какие изменения у нас происходят, вещания, помочь разобраться в технических моментах. В нашу жизнь вошла сотовая связь, в нашу жизнь вошел интернет, компьютеры. Так что здесь, ну, нисколько это не сложнее, и здесь пугаться не надо. В Чувашии смотреть телевизор в новом качестве уже могут 40% жителей. В тестовом режиме цифровое вещание с конца прошлого года работает в Чебоксарах, Канаше и Селе Янтиково. И все же переход на цифру обещают сделать постепенным. Специалисты говорят, отключат аналоговое телевидение только через несколько лет, когда большинство россиян будут уже смотреть цифровое. Для начала без абонентской платы будут доступны 10 федеральных каналов. Это так называемый первый мультиплекс. Еще через некоторое время количество каналов удвоится, заработает второй мультиплекс. Но такие каналы, как национальное телевидение, то есть региональные, предположительно, включат в третий пакет. Ольга Пырочкина, Игорь Поручиков, Александр Петров, Республика. Буквально по горячим следам удалось задержать молодых людей, которые подозревались в краже из автомобиля. О том, как это удалось сделать, республиканским сыщикам в репортаже наших коллег из МВД. Эти запчасти оперативники отдела МВД России по Чебоксарскому району обнаружили в хозяйстве жителей деревни Харкасы. За два дня, пока иномарка стояла в населенном пункте без присмотра, местная молодежь почти полностью разобрала ее. 22 февраля житель Новочебоксарска заехал в Харкасы, но не рассчитал горючего и был вынужден оставить «Фольксваген» прямо возле магазина. Вернувшись, он обнаружил, что машину обворовали. Хотя злоумышленники в буквальном смысле замели за собой следы еловыми ветками, эксперту Артему Лукину удалось вывести опергруппу к подозреваемым. С участием эксперта криминалисты осмотрели место происшествия и благодаря эксперту обнаружили след, по которому пришли к одному из домов указанной деревни, где в доме было обнаружено все похищенное имущество. В краже подозреваются трое сельчан 16-23 лет, ранее не попадавшие в поле зрения полиции. Ведется расследование. У них золотые руки, говорят про героев нашего следующего сюжета. Занятие любимым делом кому-то приносит материальный доход, а кто-то занимается им только для души. У народных мастеров резьбы по дереву в Чебоксарском районе побывали мои коллеги. Вячеслав Иткер практически живет в мастерской. Здесь фигуры животных, мифологические персонажи, статуи из дерева. Для изготовления монументальных парковых скульптур автор использует дуб. Человека красят поступки, дела считает скульптор, поэтому к богатству он не стремится. В рекламе не нуждается, заказов на деревянные изделия хоть отбавляй. Кровати, скамейки, беседки, ворота – это еще не полный список выполняемых работ. Деревянные медведи и лебеди в мастерской уже не помещаются. Пришлось выделить им место в новом строящемся доме. Один Вячеслав с заказами уже не справляется. Взял в помощники сына, который, как и он, закончил художественно-графический факультет Чуварского педагогического университета. Первую детскую площадку сделали мы в Вишаках, сказочный городок и спортивный городок. Все деревянное было у нас. Это было в 1985 году. Когда у меня еще дед живой был, он делал пчелиные улья, мне это бесподобно нравилось. Мне так хотелось, чтобы вместе с ним тоже работать, но не рубанок толкать у меня сил не было, но я же маленький был. Вот потом, значит, я втянулся в армию. Мне повезло. В армии я служил с удивительно интересными людьми. Художники, резчики по металлу, по камню, по гипсу, по дереву. Однажды в армии, взяв в руки резец и топор, скульптор так до сих пор с ними не расстается. У Михаила Захаровича Дмитриева любовь к резьбе по дереву тоже зародилась во время несения службы. Правда, это искусство – его хобби. А работал он инженером-технологом на деревообрабатывающем заводе. С возрастом душа потянула на малую родину – деревню Яуши. Захотелось заниматься с детьми, говорит Михаил Захарович. В старой заброшенной школе на добровольных началах он учит детей резьбе по дереву. Занимаюсь с детьми для души, говорит мастер. У него учатся пять юношей. Для творчества они в основном используют липу. И в руках мастеров дерево превращается в изящные деревянные ручки, декоративные подносы и подставки для цветов. Эти я сам сделал. Вон это ребята начали делать сейчас. Вон как раз там тарелочки. Вначале я делаю образец вот везде. И хоть подсвечники, хоть ручки для дверей. А потом делают ребята. Михаил Захарович и его ученики – участники различных выставок в Чебоксарах и в своем районе. Они устраивают показы и для односельчан. Мастер уже три года бесплатно работает с детьми. Его скромность не позволяет ему даже попросить деньги за занятия у главы администрации большекотрайского сельского поселения. Хотя, по словам Михаила Захаровича, если найти спонсоров, они с ребятами вполне могли бы выполнять заказы и зарабатывать таким путем хотя бы небольшие деньги. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика. Масленица шагает по России. С понедельника до воскресенья включительно надо ходить в гости, веселиться, кататься с горок и есть блины. В Чувашии сложились свои традиции празднования широкой масленицы. Впрочем, ничем не отличающиеся от российских жителей республики, точно так же, как все остальные, устраивают тещины посиделки, заловки на вечерке. Каждый день масленичной недели имеет свое название и ритуалы. Самое интересное – воскресенье. Когда надо провожать зиму, сжигать чучело и прыгать через костер. В программу воскресного дня раньше входили штурм снежной крепости и кулачные бои. Но от последних в наше время, к счастью, воздерживаются. И главное – необходимо попросить прощения у родных, близких и знакомых. За все прегрешения, вольные и невольные, облегчить душу перед Великим постом, который начнется в этом году, 3 марта. Проект о любви национального телевидения Чувашии «Сердце на двоих» нашел своих победителей. Финальный творческий конкурс решил исход борьбы за звание лучшей пары. На протяжении февраля влюбленные чебоксарцы проходили различные испытания. Мужчины на скорость одевали своих дам. Участники готовили непростой, но красочный десерт. Покоряли вершины, и все это на глазах у жителей республики. Где мои 17 лет, когда я был вот такой же худой и вот такой же сильный? К финалу программы две пары занимали лидирующие позиции. Это Виктор и Наталья Отмаховы, Владимир и Екатерина Энгельс. У Артема Махаткина и Екатерины Константиновой отставание от лидеров было минимальное – всего один балл. Кому из участников в финале проекта повезло больше и кто получил звание лучшей пары телепроекта «Сердце на двоих» вы узнаете сегодня в 20.45 в эфире Национального телевидения «Чуваши». Такой была информационная картина вторника. Впереди еще коммерческая информация. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Сбербанк выполнил пятилетнюю стратегию развития. За пять лет он стал международным. Достигнутые успехи и задачи на будущую пятилетку обсудили в ходе вебинара, который провел глава Волговятского Сбербанка России Сергей Мальцев. По итогам прошлого года кредитный портфель «Чувашского Сбербанка» превысил 57 миллиардов рублей. Объем привлеченных средств приблизился к 52 миллиардам рублей. Десять человек ежедневно получали поддержку как малый бизнес. Также девять предпринимателей ежедневно делали выбор в пользу Сбербанка. На рынке ипотечного кредитования Сбербанк также сохраняет лидирующие позиции. В 2013 году клиенты «Чувашского отделения» оформили 6 617 жилищных кредита. Обладателями новых автомобилей стали 705 человек. Количество пользователей Сбербанка онлайна на территории республики превысило 100 тысяч. С точки зрения мобильного банка здесь прирост, правда, на 46%. На сегодняшний день количество терминалов, которые установлены в торгово-сервисной сети, общее количество превышает 2600 штук. В настоящее время филиальная сеть «Чувашского отделения» Сбербанка включает 215 офисов. По программе переформатирования, рассчитанной до 2018 года, были открыты Центр развития бизнеса в Новочебоксарске, ВИП-офис в Чебоксарах и еще 11 внутренних структурных подразделений. Введены в эксплуатацию три мини-офиса в крупных торговых центрах, пять остановочных павильонов. В этом году, да, мы откроем Центр потечного кредитования. Причем он будет у нас большим достаточно. Я так понимаю, что он, наверное, будет самым большим в Лугаяцком регионе, потому что обслуживание будет вестись на двух этажах. Чувашское отделение Сбербанка активно реализует инновационный проект «Школьное питание». На сегодняшний день уже 14 средних учебных заведений Чувашия используют электронную систему платежей через Сбербанк. В перспективе планируется подключение еще 11 школ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова